сейчас я хочу рассказать о размерах ну и соответственно как его заказать этот станок ладно погнали так ребята вот вот эти сами непосредственно металлические трубы непосредственно по ним непосредственно она опускается опускается и подымается 5 сантиметров получается у них 5 сантиметров но здесь манжетки резиновые соответственно мы постоянно сюда каждое утро доливаем масло перед работой вот в общем что я хочу сказать ну это я сам непосредственно сделал здесь как регулировочные винты но я и мы уже ребята не пользуюсь уже но нет необходимости в этом смотрите ребята в общем насчет того как заказать станок смотрите я общем в январе при при приедут станки в монголию приедут станки вот через монголию я могу эти станки покупать вот такой станок да ребята полностью получается вместе с бетономешалкой около 180 тысяч будет стоить это вот это получается то цена которую прямо на месте но я туда поеду мне вот сейчас нужно ну кто заинтересован непосредственно эти станки покупать тогда непосредственно я могу их вывести то есть растаможить их вывести и отправить по россии или куда-то там в снг ближнего зарубежья в общем вот такие станки вас в это будет в январе ребята я туда поеду там я вам видеосъемку покажу сколько они стоят потом мне надо будет определиться сколько будет растаможка стоит тут получается этот станок я покупал 9 9 10 лет назад у меня вот это растаможка обошлась 30 тысяч получается рублей сейчас я ребята не могу сказать сколько это будет стоить но вот это я все узнаю поэтому имейте ввиду то что если у вас интерес есть заказать такой станок можете обращаться телефон и оставлю получается под видео в общем вот такие дела так меня в общем попросили подписчики размеры снять станка сейчас я скажу как получается 76 с половиной сантиметра до ширина его 102 сама вот эта профильная труба 8 сантиметров 8 на 8 так высота 109 сантиметров здесь ребята были ножки были вот из этой же получается профильные трубы восьмерки в четырех местах ножки были я ножки отпилил чтобы легче было подкатывать легче было подкатывать как тележка то вот это которую поддон это подымает поддон с блоками вот поэтому я опустил ножки эти срезом так бы получается 8 сантиметров добавок вот это получается по ним непосредственно матрица опускается подымается до между ними расстояние получается сейчас по центру вот я взял по центру 21 ровно 21 получается отсюда сюда здесь манжетки стоят здесь моя получается каждое утро перед работой массу сюда заливая вот сюда полную чтобы легко подымалась опускалась то есть что нижняя матрица опускается что верхняя матрица вот она верхняя матрица последний раз не почистил в общем главное суп снизу был чищен так смотрите раз это получается двигатель который подымает и опускает матрицу вот его получается данным этого двигателя вся с этой стороны покажу сейчас подождите вот так вот ребята редуктор вот он редуктор вот его размеры все на китайском поэтому вот его размер получается звездочка звездочка ребята диаметр у него 11 сантиметров сама цепь 3 сантиметра сама цепь 3 сантиметра сколько звездочек то ну допустим от вала дом до зубцов получается вот если отсюда взять выходит 38 миллиметров 38 миллиметров то есть если мы берем отсюда до верхнего зубца вот он верхний зубец так сколько у нас зубцов вот вот он по центру стоит до зубец соответственно раз два три четыре пять шесть семь до 7 и плюс шесть до 13 получается зубцов будет вот на этой звездочки 13 зубцов ну вообще ребята все зависит конечно от редуктора сколько у него один скольки он непосредственно я вот как понял 1x 140 ну я не разбираюсь в общем ребята одному могу сказать если я не разбираюсь лучше мне ничего не говорить здесь получается два у нас ремня стоит смотрите у нас на что надо обратить внимание сейчас ребята станок у меня я не могу вот этот матрицу до на себя подтянуть ну в общем когда допустим вот эту матрицу мы сюда закатываем до чтобы потом мы получается опускаем получается его до вот верхнюю матрицу до чтобы выдавливать блоки она когда вибрации идет она непосредственно падает вот сюда ребят вот на эти вот на эти два вот на вот получается на эту подставку она падает и дальше она вот и она настроена непосредственно меня да так вот ребята вот она получается на эту подставку падает на вот эти две подставки да и это вот у нас выходит получается да но вам ребята надо на что обратить внимание сама вот эта нижняя матрица да она как бы сделано конусом сделано то есть здесь вот шире вот здесь в этом месте да там она уже уже на самом низу пусть она в конусном так увидите то есть сужение идет небольшое где-то ну где-то наверное 5-6 миллиметров она сужает с обеих сторон то есть на один сантиметр где-то с обеих сторон сужается этого причем везде так поэтому чтобы самому за сварить такой такой матрицу это очень сложно вот такой вообще станок сделать умение надо сложно конечно но можно вот поэтому потому что если если вы сделаете одинаково везде расстояние у вас блоки выходить не будут то есть они запрессованы они просто не хватит мощностей вот груза получается вот верхнего чтобы выдавливать просто не хватит потому что она под своим весом непосредственно эту верхнюю матрицу она выдавливает под своим весом соответственно вот эта нижняя матрица она должна быть с конусом сделать чтобы вы легко блоки выходили вот сейчас я хотел бы сказать вот получается вид сбоку его да вот бит сбоку подписчик меня хорошо так у насчет вала спрашивал да вот цепь я получается рассказал как она какая она цепь и сколько здесь звездочек так так что у нас еще осталось то вот эту снять получается да размер его сейчас мы с ними так 76 с половиной ширина получается здесь мы сейчас это ребята 106 это 106 выходит верхняя матрица здесь у нас ребята пружинки стоят вот 4 пружинки стоят так так здесь получается вот эта сама матрица у нас это ребята 78 сантиметров здесь у нас 38 38 38 размеры внутренний размер ну а здесь вот конечно у нас будет ровно 39 39 39 19 сантиметров ну вот и все ребята что я хотел сказать в общем под видео телефон оставлю кто захочет заказывать звоните ватсап вайбер номер телефона под видео будет ладно ребята всем пока не至 Franco анну нет не дошел вы Продолжение следует...